Чупакабра правда существует? Йети обнаружили в Гималаях? На вас бежит неопознанное существо, и вы не знаете, что делать? Приветствую всех любителей загадочного и невероятного! С вами ваш проводник в мир мистических существ и загадочных явлений. Сегодня мы приготовили для вас настоящую порцию ярких кадров, которые заставят вас задуматься о существовании параллельных миров и необъяснимых явлений. Существует ли мистика? Научно-доказательных подтверждений существования мистических существ или паранормальных явлений на Земле нет. Большинство таких существ и явлений, как вам кажется, обычно объясняются с помощью различных факторов, таких как мифология, фантазия, ошибки восприятия, самообман или просто недостаток информации. Однако существуют люди, которые верят в такие явления и утверждают, что им удалось их наблюдать или даже исследовать. Каждый имеет право высказывать свое мнение. Но в научном сообществе существует огромный недостаток доказательств, подтверждающих существование мистических существ или паранормальных явлений. Официальные статьи в научных изданиях, комментарии властей даже присутствуют. А что по поводу видео? На Ютьюбе огромное количество материала. Существуют даже неоднозначные подборки видео, о которых мы и поговорим уже через несколько минут. Нельзя однозначно сказать, в каких странах больше всего зафиксировано количество паранормальных явлений, так как это субъективный и сложный вопрос. Определенные страны и места могут быть более известными или популярными в контексте паранормальных явлений. Но это не означает, что они имеют большее количество случаев, чем другие. Каждая страна и культура имеют свои уникальные истории и легенды. Некоторые известные места, связанные с паранормальными явлениями, включают Соединенное Королевство, Ирландию, США, Японию, Мексику, Индию и Таиланд. Однако это не исчерпывающий список, и существует множество других стран и регионов, где такие явления могут происходить. Важно отметить, что они являются объектом интереса и исследований различных групп и организаций по всему миру, и данные о зафиксированных случаях могут различаться в зависимости от источника информации и методологии исследования. Слышали про ту самую знаменитую Чупакабру? Даже это не шутка, и есть много тому подтверждений. Чупакабра – это легендарное существо, о котором широко известно в Латинской Америке и некоторых других регионах. Первые упоминания о Чупакабре появились в Пуэрто-Рико в середине 1990-х годов. Само слово Чупакабра происходит от испанского «чупа», что означает «сосать» или «кабра», что значит «коза». Это название отражает основную особенность этого существа. Оно предположительно нападает на скот и высасывает их кровь. Описание внешности различается в разных источниках. В общем и целом, это описывается как существо размером с собаку или человека, с лысой кожей, острыми зубами и когтями. Некоторые даже описывают его с крыльями или шипами на спине. Места обитания, согласно легенде, включают Латинскую Америку, особенно Пуэрто-Рико, Мексику, Колумбию и другие страны. Чупакабра – это результат массовой паники, заблуждений и мифологии, а не реального существа. Он часто связывается с необъяснимыми смертями скота, приписываемых его нападением. Однако большинство таких случаев в конечном итоге объясняются естественными причинами или действиями других животных. А как насчет Йети? Йети, также известный как снежный человек, является легендарным существом из фольклора и мифологии различных культур. Он представляет собой большого, волосатого человекоподобного существа, обитающего в горных районах, особенно в Гималаях. Йети описывается как сильное и высокоинтеллектуальное существо, способное передвигаться на большие расстояния в снежных и ледяных условиях. Однако, несмотря на множество свидетельских отчетов и поисковых экспедиций, научное сообщество не признает существование Йети и относит его к криптозоологическим мифам. Дальше видео мы перейдем к действительно по-настоящему мистическим, необъяснимым существам. К сожалению, мы сможем дать им только характеристику. Ни названий, ни точных данных у нас, к сожалению, нет, как и у автора видео. Придется вам самостоятельно написать свои предположения в комментариях, а мы будем рады их прочесть. Интересный факт о Йети заключается в том, что именно эта легендарная сущность, известная также как Снежный Человек, стала основой для создания популярной детской игрушки плюшевого мишки Йети. Эта игрушка была выпущена в 1970-х годах и с тех пор стала одной из самых узнаваемых игрушек во всем мире. Биг Фут Топ-9 видео открывает возможный Биг Фут, которого запечатлели на камеру. Как вы можете догадаться, все видео сняты на одну из моделей Моторолы или Ноки. Обязательно в самом лучшем качестве. Видео снято и опубликовано 28 июля 2018 года каналом Коли Хаггерти в Центральном Орегоне, США. На видео видно, как неопознанное существо, очень похожее на человека, медленно передвигается по полю в юго-западном направлении, при этом время от времени останавливаясь и разглядывая что-то перед собой. Видео длится две с половиной минуты. Ничего опасного или угрожающего жизни людей не происходит. На фоне взволнованные крики людей и комментарии очевидцев. Что или кто это был, до сих пор неизвестно. Комментарии тут излишни. Один интересный факт от Биг Фута заключается в том, что они являются одним из самых известных и популярных криптоидов в мире. В различных культурах они известны под разными названиями, такими как йети, альмасы или сосквачи. Впервые их описание появилось у индейцев Северной Америки. А с течением времени интерес к этому существу только увеличивается. Несмотря на то, что не было ни одного научного подтверждения их существования, Биг Футы до сих пор вызывают интерес и волнение у людей. Существо в доме 21 января 2014 года супружеская пара опубликовала видео на своём канале. Как рассказывает сам Дэвид, недавно с супругой переехали в новый дом. Спустя определённое количество времени их стал беспокоить посторонний шум на чердаке. Ощущение присутствия, говорит Дэвид, постоянное. Мы не можем спокойно заснуть, волнение никуда не пропадает. И вот что они смогли заснять. Человекообразный монстр, называйте как хотите, попадает на камеру буквально на долю секунды. Заметить можно только если внимательно изучить запись, а также в замедленном повторе. Комментарии под видео разнятся. Но большинство согласны, что смонтировать что-то подобное в 2014 году было сложно, но в целом возможно. Однако опровержения данному ролику до сих пор нет. Лес Теннесси Следующее видео ещё старше. Оно опубликовано аж 9 апреля 2012 года на канале Джеймс Джонс. Давайте сразу зачитаем описание. Я знаю, что большинство в это не поверит. Чёрт возьми, да я сам не верю. Предыстория. Я нахожусь в процессе создания своего собственного самодельного инди-фильма ужасов. Я написал свой сценарий и всё такое. Ладно, перейдём к делу. Прошлой ночью, 7 апреля 2012 года, я установил ритуальный круг-реквизит, который я разработал на основе некоторых исследований. После нескольких репетиций мы решили, что на этом всё. Итак, сегодня днём я вернулся в лес, направляясь к нашему месту, чтобы подольше побыть перед камерой. Я осматриваю линию деревьев вокруг себя на случай, если спугну оленя или любую другую случайную дикую сущность, которую мне нравится фотографировать. Эта фигура – это то, что я увидел, направляясь к нашему кругу. У меня нет никаких объяснений, что это такое. Причина, по которой это так странно, заключается в том, что оно находится именно там, где я прошлой ночью создал ритуальный круг. Этим вечером я вернулся с фотоаппаратом прямо перед заходом солнца. И хотите верьте, хотите нет, он исчез. Я решил, что бессмысленно записывать только деревья. Прежде чем вы спросите, да, мы исключили деревья, пни и так далее. Это комментарий владельца канала. Пришелец в лесу Событие произошло 27 января 2015 года в лесу рядом с каким-то помещением. Это может быть важным фактором, поскольку время года и время суток могут влиять на видимость и возможность появления необычных явлений. Описанное свидетелем существо было как силуэт, похожий на инопланетянина. Важно отметить, что это описание субъективно и может быть подвержено влиянию фантазии или других факторов, таких как темнота или непосредственный страх, но силуэт действительно просматривается. Сложно сделать окончательные выводы о том, что это было. Оптическая иллюзия, неверное восприятие или недостаток информации. Никаких дополнительных фактов. Продолжений на канале, к сожалению, нет. Вот вам один интересный факт о пришельцах. Существует теория, что пришельцы могут использовать технологию инкрементального развития, чтобы медленно и незаметно влиять на развитие человечества. Это означает, что они могут вмешиваться в нашу историю и культуру, чтобы постепенно изменить наше развитие в желаемом им направлении. Эта теория объясняет некоторые загадочные аномалии и необычные события в истории человечества. Монстр? 7 июля 2017 года. Я много раз пересматривал данный ролик. Очень много событий происходит в течение короткого промежутка времени. Поначалу, темной ночью, пара друзей решили выйти в лес рядом со своим домом. Они стали запускать фейерверки, в общем, веселиться. Кстати, события происходят в округе Северной Джорджии, США. Знаменитое место. Возможно, что-то праздновали или просто решили хорошо провести время. Через несколько секунд после взрыва первого фейерверка в лесу послышался необычный и странный звук. Друзья решили подойти чуть ближе. И услышали это. Лёгкая паника, стресс – это ничего по сравнению с тем, что произойдёт уже через несколько минут. Предлагаем вам погрузиться полностью в атмосферу этих событий. Злое существо 17 августа 2017 года. Практически 7-минутное видео, снятое Риком и опубликованное на канале Ричард Гребень. Мы слышим, как Рик общается с другим человеком и сообщает, что рядом с ним находится что-то, что он не может описать. Оно смотрит прямо на него. Стоит буквально в 10, может, в 12 метрах. Видео собрало более 1 миллиона просмотров. Комментарии взорвались. Кто-то интересуется судьбой существа. Кто-то сопереживает Рику. От одного просмотра этого видео у меня мурашки побежали по коже. Поскольку я и мой двоюродный брат видели нечто очень похожее на это. В то время мы были на христианском съезде. Поэтому провели ночь в церкви. Мы с моим двоюродным братом пошли открыть дверь и увидели что-то очень похожее, убегающее вверх по холму. Все начали переживать. Я молюсь за тебя и твою семью. Надеюсь, всё в порядке. Один из комментариев, написанный 4 года назад. Существо в канализации. 8 сентября 2018 года. 17-минутное видео о том, как двое молодых людей находятся где-то в пустыне. В течение всего видео молодым людям кажется, что что-то происходит. Что-то не так. Ощущение присутствия не покидает. Я уже не раз говорил о том, что в темноте, когда вы одни, может показаться многое. Спустя примерно 13 минут они подходят к какой-то канализации, откуда, по их словам, доносится неприятный запах. Казалось бы, но мы говорим не об обычном запахе. Подойдя ещё ближе, они начинают слышать какие-то странные, хотя нет, даже жуткие звуки. Любопытство всегда берёт верх, особенно в юном возрасте. Всё, что произошло дальше, нужно смотреть без комментариев. После слов, как ты думаешь, он сможет перелезть через этот забор, происходит это. Существо в тоннеле 19 мая 2017 года. Очень короткое видео, буквально на 50 секунд. В описании сказано. Я услышал виск или что-то в этом роде в тоннеле. Захотел пойти проверить. Сначала я подумал, что это похоже на свинью или что-то в этом роде. Но то, что я записал на камеру, очевидно, не было свиньей. Если у вас, ребята, есть какие-либо идеи, что это такое, пожалуйста, напишите. В видео действительно слышно что-то похожее на виск свиньи. Но силуэт, который показался в тоннеле, буквально в нескольких метрах, на свинью совсем не похож. Парень немедленно повернулся и побежал в сторону выхода. Видео тут же заканчивается, скорее всего, из-за паники. Конечно, а кто бы не выключил камеру. Хотя мы все знаем, камерамен never dies, что в переводе «тот, кто снимает, никогда не умирает». Свои домыслы, что это было, напишите в комментариях с тайм-кодом. Существо в лесу. 12 марта 2020 года. Самое непопулярное и одновременно самое устрашающее и реалистичное видео из нашей подборки. Каждый ролик практически одинаковый. Некое клише. Кто-то что-то услышал, подошел, увидел, убежал. Прокомментировать довольно сложно. Здесь даже комментаторы отметили, что у автора ролика, как бы так литературно выразиться, стальные нервы. Вот один из комментариев. У тебя, мой друг, есть стальные нервы. Продолжать гулять по лесу после того, как ты услышал эти звуки – это жесть. Вот еще один. Эти существа известны как ползуны. Они появляются, например, из пещер и шахт. Они не должны быть по-настоящему опасны. Но я рекомендую тебе держаться от них на расстоянии. Береги себя, друг. В заключении можно сказать, что в мире существует множество загадочных и страшных явлений, которые попадают на камеру и заставляют нас испытывать трепет. От неопознанных объектов в небе до мистических созданий в глубинах океана. Эти существа вызывают у нас страх и удивление одновременно. Однако важно помнить, что многие из этих видеозаписей могут быть результатом манипуляции или просто ошибок восприятия. Все же они продолжают волновать нашу фантазию и заставлять задуматься о том, что еще скрывается в этом огромном и загадочном мире. Независимо от того, верите вы в этих существ или нет, они оставляют нас со множеством вопросов и вызывают желание исследовать все тайные уголки планеты Земля. На этом пока что все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео и до встречи в новых видео. Пока!